Я хочу первым слайдом показать вот этот вот слайд, на котором есть мой друг, уже он ушел из жизни. Но это замечательный был человек, его зовут Нил Армстронг. И именно 20 июля 1969 года этот человек вступил первым на другую планету, на наш спутник, на Луну. И до сих пор ни один человек из 7 миллиардов живущих на Земле этого не сделал. Почему я хотел показать эту фотографию? Потому что у мечты есть определенный формат. У любой мечты есть возможность в этом формате быть принимаемой. То есть мечта живет своей жизнью. И мечта этого человека, она, наверное, совпала как некое звено в цепи больших преобразований и больших чудес. Потому что в то время, в 1969 году, просто подумать о том, что человек, быть может, перемещен на космическом корабле с Земли на Луну, было фантастически. Это была действительно фантастика. И мало кто мог об этом не просто думать, просто говорить об этом. Для того, чтобы об этом говорить, надо было понимать, что есть такие технологии, что есть такие люди, которые действительно как герои рискнут пожертвовать собой для того, чтобы достичь этого. Поэтому вот эта вот огромная вершина тех задач, которые стояли перед огромной командой, позволившей себе мечтать побывать на Луне, она еще раз показывает, что у мечты нет предела. И что любая задача по плечу, если с этой мечтой, с этой задачей справляются профессионалы, и если профессионалы вовлечены в реализацию данной мечты. Как вы знаете, любая теория и жизнь любого индивидуума, как бы они вместе. То есть в жизни всегда есть правила, и в жизни есть всегда возможность развиваться. И развитие любого человека, это, наверное, неотъемлемая часть его состояния, как человека разумного. Потому что наш разум дает нам возможность постигать что-то новое. И в этой возможности есть огромные преимущества по одной простой причине, что как наша галактика, как мы знаем из трудов наших ученых, постоянно развивается, так и человек, как некий субъект галактики, он тоже должен быть в постоянном развитии. Он не может стоять на месте, так как достигнув чего-то одного, человеку хочется достигнуть большего. А достигнув большего, ему хочется достигнуть еще большего. Это в порядке вещей, так как любой человек, он жаждет знаний, и если он их получает, он имеет еще больше вопросов. Чем больше знает человек, тем шире спектр его интересов, тем больше мотивации углубиться в тот раздел неизведанного, который позволит действительно этому человеку каким-то образом раскрыть свой потенциал, раскрыть свои ресурсы и дать всем людям, которые этого не смогли сделать, что-то новое. То новое, которое станет для них очень полезным, то новое, которое изменит их жизни, и то новое, которое позволит всем нам использовать, использовать знания и достичь тех результатов, которые стоят перед нами гораздо быстрее. И когда мы смотрим на вот эту вот вселенную, которая постоянно расширяется, хочется понять, а каковы же законы эволюции, и как человек, который эволюционировал, дошел до сегодняшнего времени. И это очень важно, потому что когда мы перейдем к вопросу, а для чего нужна вот та децентрализованная экономика, о которой я буду говорить, для чего нужен блокчейн, для чего нужна криптовалюта, почему мы сегодня хотим это использовать, не рано ли, и зачем это. Мы должны понимать, что наша эпоха сегодня информационная. И когда человек впервые сумел обуздать цифру, и поставил эту цифру на перфокарту, и смог создать первый софт, то человек научился использовать процессор для огромного количества вычислений в очень маленький промежуток времени. Человек создал этот процессор, и мы все видим, что этот процессор помогает нам создавать определенный контент, и что сегодня вот в этом маленьком телефоне умещается 500 мегабайт оперативной памяти. И поэтому то, что создает сегодня человечество, тот контент, он обладает двумя свойствами. Одно свойство – это наши возможности, которые позволяют нам заявить о себе, позволяют нам иметь свой так называемый цифровой портрет в социальных сетях. А другое свойство – это количество данного контента, которое становится для нас, ну, по большому счету, даже опасным. Потому что тот объем информации, который наращивается в единицу времени, он действительно не имеет на сегодняшний день каких-то лимитированных границ. Его становится все больше и больше. И если вспомнить историю, то мы знаем, что за 300 тысяч лет существования человека до 1950 года весь мир всего создал 14 пентабайт информации, то есть 14 триллионов мегабайт информации. И мы знаем, что после 50-го года за 300 тысяч лет было создано 14, и буквально за последующие 30 лет, в 1980 году, когда появились первые компьютеры, эта ситуация удвоилась. То есть 300 тысяч лет и 30 лет. Мы знаем, что в последующие годы, с учетом закона сингулярности, с учетом вот этой вот линии, которая называется кривой линии, экспонентой, эта информация удваивается и удваивается. И получается, мы стали абсолютно зависимы от нахождения истины вот в этом огромном объеме информации. И эта зависимость некоторых людей привела к тому, что они перестали бороться. Им не надо сегодня бороться за свою жизнь, им не надо бороться за право существовать, по теории Дарвина. Им надо просто за кем-то следовать. И вот это следование, и вот это вот как бы охлаждение от той борьбы, которая сопровождалась всю предыдущую жизнь, оно некоторых людей доводит до абсолютно странного поведенческого рефлекса, когда этому человеку ничего не нужно, он знает, что у него есть еда, он знает, что у него есть как бы работа, и человек может превратиться, с учетом этого следования, ну как бы по теории Дарвина, обратно в более как бы низкую ступень своего развития. И я хотел показать, что если мы привлекаем в нашу новую эволюционную модель других людей, и люди привлекаемые не хотят, например, принять наше предложение, то, наверное, вот эта картинка, она будет, хотя она очень смешная, будет ответом, почему эти люди не хотят, потому что, наверное, людям, ну не свойственно, всем людям не свойственно, имея все под рукой, желать что-то еще большего. И как бы не было смешно, но такое тоже происходит, и, наверное, вот эта вот ситуация связана с тем, что мы перестаем интересоваться чем-то новым, и становимся как бы тем человеком, которому все хорошо, но мы не понимаем, что это хорошее приведет нас к нехорошему, то есть мы станем не совсем адекватными. Ну, такое бывает. Поэтому я хочу этой картинкой показать, что надо всегда думать, надо всегда следовать за передовыми людьми, надо верить, что технология – это прогресс, надо знать, что в прогрессе есть твое место, и это место позволит тебе быть интересным собеседником, позволит тебе привлекать больше друзей, позволит тебе стать тем человеком, за которым идут другие люди, потому что ты знаешь больше, потому что ты более успешен, и потому что с тобой, ну, не просто весело жить, а с тобой действительно можно решать самые-самые высокого уровня задачи и реализовывать самые сокровенные мечты. Так вот, если мы перейдем к экономике и попытаемся быстро проанализировать, а каким образом в экономиках 200 стран решается проблема, ну, социальные проблемы. Как страны могут решить те потребности, которые возникают у социума, и самое главное, у социума, который на сегодняшний день представлен определенной возрастной категории. Как эти страны решают проблемы пенсионного обеспечения, каким образом число занятых аллокировано на число тех людей, которые хотят активного долголетия и обеспеченной старости. Как это может произойти, как тот валовый национальный продукт, который происходит, производится, может быть, может обеспечивать те экономические потребности с учетом старой, архаичной системы государственных моделей. И мы увидим, что на сегодняшний день в современную эпоху развития из 200 стран, которые существуют, всего лишь 15 из этих стран по своему валовому национальному продукту превышают 1 триллион долларов. Если посмотреть по капитализации крупнейших компаний, то мы увидим, что примерно 6 самых больших компаний они превысили триллионный оборот или приблизились к нему вплотную, имея в капитализации 900 миллиардов долларов США. То есть, если сопоставить эти цифры, мы увидим, что глобализация и объединение огромного количества населения этими компаниями в сфере услуг, а эти компании или предоставляют услуги, или работают в банковском секторе, или работают в страховом секторе, все это услуги, или занимаются добычей природных ископаемых, в том числе и углеводородов. То есть, надо себе представить, что у таких компаний, как ExxonMobiles, компаний в Америке, прибыль, только годовая прибыль за 2018 год, составляет 462 миллиарда долларов США. Если мы посмотрим, как это локируется на бюджеты стран, то страна с 50 миллионным населением Украины имеет баловый национальный доход меньше 400 миллиардов. Страна с 3 миллионными населениями, например, Литва, имеет баловый национальный доход чуть больше 20 миллиардов. Мы видим, что компании, которые имеют сотни миллиардов, приближаются к триллиону, и страны, которые имеют миллиардные бюджеты, десятки миллиардов или миллиарды, они отличаются друг от друга, и отличаются под степенью возможностей предоставления сервиса, предоставления основ для развития населению или потребителю по своим возможностям, по возможностям финансовым. Поэтому все то, что связано с экономикой, очень важно понимать, так как возможности стран, которые на сегодняшний день развиваются, они ограничены тем доходом, который аллокируется на душу населения. Поэтому эта экономика, она в любом случае будет изменяться. Она будет изменяться, потому что все то, что мы видим на сегодняшний день, оно в некой степени перевернуто, то есть перевернуто с ног на голову, и нету возможностей решать те проблемы, которые являются насущными, текущими проблемами, и нет возможностей достичь тех элементов прогресса, той скорости прогресса, которую обеспечивают, скорее всего люди, вовлеченные в новые технологии. Те предприятия, те решения, те высокотехнологические решения, которые уже стали промышленными технологиями, они не являются достоянием всех стран. И к сожалению, мы видим, что с учетом глобализации эти новые технологии, они все больше и больше становятся достоянием определенных экономик, которые уже вырвались вперед, и именно эти технологии, они не копируемые, потому что для того, чтобы обучить инженера и составить технологическую цепочку, вот такой новой технологии, например, как высокоскоростной чип с определенной производительностью, которая позволяет сделать процессор, современный процессор, то эти технологии не передаваемы в другие страны, которые не имеют необходимых инженеров, которые не имеют необходимых по уровню образования рабочих. И получается, что все то, что связано с институтом государства в старых экономиках, оно не может быть, не может иметь вот этот вот рывок, вот этот прорывной рывок, который позволит этой экономике конкретной страны сделать что-то моментальное, что-то быстро для того, чтобы изменить ситуацию по распределению тех средств, которые являются доходом на душу населения. И поэтому мы видим, что те социальные программы, которые проходят в этих странах, зачастую камуфлируются какими-то фразами, чтобы не показать, что у страны просто нету возможности, например, обеспечить пенсионеря, начиная с пенсионного возраста 60 лет. Или у страны нету возможностей дать работу своему выпускнику, который закончил университет или институт по той или иной специальности, потому что этих специальностей в этой стране не нужно. И очень-очень много тех вещей, которых наша повседневная жизнь показывает, как невозможность конкретной страны и конкретных руководителей институтов данной страны предоставить решения для тех насущных проблем, которые однозначно могут быть решены с учетом нового взгляда, с учетом нового подхода на вновь создаваемую экономику. И такое решение есть. И такое решение, оно очень простое. и сегодня мы будем об этом говорить, это решение называется новая децентрализованная экономика. Это решение найдено в нашем проекте, который называется Криптор. Этот проект успешно развивается. Я сейчас вам расскажу, как он развивается, в каких направлениях, почему именно в этих направлениях развивается проект. И самое главное другое, именно это решение позволяет нам уйти в конечной цене продукта от абсолютно ненужного нам дохода миддлмена, того посредника, который присутствует в любой конечной цене любого продукта, находящегося в супермаркете. Получается, что продукт, который сегодня нам нужен, допустим, экологически чистый продукт, производит компания, которая вынуждена для того, чтобы этот продукт распространить, платить за маркетинговое продвижение данного продукта. Это является в цене от 20 до 30 процентов для пользователя. То есть продвигают продукт, но платим за продвижение мы. Теперь оказалось, что сетевой посредник, так называемый ритейлер, тот человек, который предоставил нам полку магазина, он забирает в конечной цене продукта от 25 до 50 процентов. То есть предоставив полку, он аллокирует свои услуги на ту цену, которая для нас является финальной. И получается, что если просто соединить маркетинговый бюджет с затратами на предоставление тех услуг, которые предоставляет торговец, то есть владелец супермаркета, то мы получаем как бы дополнительную стоимость того продукта, который мы покупаем, который в принципе, которая может быть исключена. То есть получается, если в огромном супермаркете, в огромном моле есть 33 3 тысячи номинований продукции, то мы потребляем из этих 33 тысяч обычное количество не превышающее 100 продуктов. То есть представляете, какая гигантская дополнительная стоимость исчезает из наших карманов. То есть сколько денег мы переплачиваем только ради того, что система доставки, система распространения, система маркетинга и система продвижения продукции, она имеет изъяны и она очень старая. Если мы говорим о том, что криптор поставил своей целью убрать из системы составления финальной цены товара вот эту посредническую часть, то мы увидим, что наши кошельки и деньги в наших кошельках, вне зависимости от того, что это доллары, евро или долги, они получат совершенно другую покупательную способность. То есть с учетом того, что я сказал, если мы просто уберем вот эти посреднические бюджеты в конечной цене товара, мы получим возможность покупать вдвое, а то и втрое больше за те деньги, которые сегодня мы зарабатываем, которые имеются у нас в карманах. Поэтому децентрализованная экономика, децентрализация не имеет влияния от одной личности на развитие данной экономики. Децентрализация позволяет каждому из нас получить любую информацию в любом виде как равный равному. То есть вот это преимущество пир-ту-пир, то есть нашего равного удаления и равного приближения к любому виду услуг или к любому виду информации или к любому виду товара или к любой возможности точно знать все об этом товаре дает нам блокчейн и дает нам как бы действительно новая эра использования цифровых технологий. Это огромное преимущество, которое позволяет нашему проекту не просто говорить о развитии, а уже сегодня развиваться и развиваться по всем направлениям, которые интересуют нас, которые интересуют нас как новая экономика, как новых людей, которые хотят действительно понимать, а что сегодня стоят те деньги, которые давали бы нам возможность иметь высокое качество, иметь внутри этого товара использование высоких технологий, которые гарантируют нам высокое качество и гарантируют полезные свойства данного товара и иметь, что еще очень важно, доступ ко всей ко всей вот этой вот огромной многогранной классифицированной сертификации, которая связана с начального этапа выращивания данной продукции, которая потом является сырьем, до как бы самого технологического процесса. Это не нужно каждому, это не нужно тому потребителю, который верит лидеру мнений, это не нужно тому потребителю, который ориентируется на профессионалов и читает мнение, профессиональное мнение тех людей, которые могут действительно вскрыть и проанализировать те используемые технологии. Это, наверное, нужно лишь узкому кругу людей, которые действительно имеют опыт, имеют навык и имеют признанное вот их уровнем и их окружением, профессиональным окружением право на мнение. и этих людей мы называем экспертами, мы называем их лидерами компетенций. У этих людей есть компетенции, то есть они дают компетентное мнение. И компетентное мнение, оно отличается от любого другого мнения, даже от мнения как бы лидера мнения, если он некомпетентен. По одной простой причине, для того, чтобы иметь компетенции, нужно сначала иметь образование. Когда ты имеешь образование и идешь в ту область, в которой ты хочешь быть компетентным, ты получаешь опыт. И работая в этой области, ты получаешь навыки, ты получаешь окружение, то есть ты получаешь контакты этих профессиональных людей. И именно твое компетентное мнение, с учетом твоего образования, с учетом твоего огромного опыта, и с учетом тех навыков, которые ты получил, позволяет тебе, как рентгену посмотреть какая технология была использована почему это сырье было как бы лучшим для этой технологии почему финальный продукт с учетом костов по этой технологии должен иметь финальную цену и почему как бы сегодня мы этот продукт рекомендуем и от этой рекомендации возникает чудесная чудесная возможность использовать все те современные логистические средства доставки для того чтобы доставить нам конкретным людям которые живут вне зависимости от географического региона своего проживания вот этот чудный продукт и это позволяет нам пробить вот эту огромную стену информационного барьера между финальным потребителем и теми людьми которые с учетом посреднических уловок с учетом казуистики и словоблудия создают вот эту огромную как бы преграду для нахождения истины если даже мы начнем гуглить тот или иной продукт мы видим тысячи мнений тысячи спекуляций на тему этих мнений и мы никогда не найдем правду поэтому все то что сегодня мы показываем вот это вот наша так называемая ромашка с учетом того что внутри этой ромашки есть конкретные направления уже реализованные в нашем проекте криптор дает мне право и дает мне основания говорить что этот проект как модель новой децентрализованной экономики состоялся он будет развиваться у нас есть более ста тысяч наших единомышленников 100 тысяч новых юзеров новых потребителей того предложения которое мы организовываем у нас есть своя система у нас есть свой банк у нас есть свой токен своя внутренняя валюта и я считаю что нам очень важно сейчас именно сейчас на этом вебинаре увидеть и послушать тех людей которые изменяют мир вокруг себя которые делают все возможное чтобы вы стали вы стали более счастливы вы стали более современные вы стали более богаты потому что именно это направление даст возможность вашим кошелькам иметь большую покупательную способность вне зависимости от того фиата от тех денег фидуциарных которые сегодня выпускает та или иная юрисдикция та или иная страна потому что мы как новая децентрализован как модель новой децентрализованной экономики меняем мир потому что мы эта команда которая объединена идеей криптора объединена идеей вытеснения из отношений товар деньги товар тех людей которые получают незаконно неправильно деньги увеличивающие увеличивающие финальную стоимость товара этих людей мы называем посредниками этих людей мы называем миддлменами и мы считаем что им не место сегодня в новой децентрализованной экономики а сейчас я хочу показать вот эти два симпатичных лица